Сегодня у нас на выпуске два AT-протектора. Это бренд Hi-Fly AT601 и Ovation Ecovision VI-286 AT. Оба эти бренда принадлежат Youth and Group, куда же входит и Mirage, Sunful, Кёшленд и еще несколько TBR брендов. Протектора похожи, но не идентичны. За основу мы уже видим взятые японские разработки, которые напоминают нам Bridgestone, Dan, Laptoy и так далее. Я предлагаю для какого-то сравнения, для какой-то точки отсчета, для какого-то, может быть, более глубокого понимания, сравнить их с Ailun не в техническом плане, а хотя бы просто по каким-то критериям. У них достаточно глубокий протектор. Что у Hi-Fly, что у Ovation. На мой взгляд, для любой AT-резины это только плюс. Да, возможно, здесь вы можете потерять в акустическом комфорте, но зато на бездорожье и в плане ходимости данная ситуация только идет вам на пользу. У Ovation полимер самого протектора более жесткий, чем, скажем, у Ciluna. У Hi-Fly он еще жестче. Это добавляет, соответственно, ходимости, добавляет крепости, но, возможно, где-то это будет и проигрыш в комфорте, в плане, скажем, мелких неровностей, стыков, гальки на дороге и так далее. То есть здесь, соответственно, она уже не будет так эластична, но зато она будет больше грести, она будет более крепкой, я имею в виду больше грести какой-то твердый грунт, а она не будет об него резаться. То есть, ну, как всегда у нас везде плюсы, везде минусы есть свои. У двух этих шин достаточно интересные бока. Они круглые, достаточно, да, то есть они больше похожи на той, скажем, чем на Бьев Гудрич или на ту же ИКГ, может, на 15-ю. То есть для поворота на трассе это является плюсом. Но сама боковая часть, она достаточно плотная, достаточно крепкая, но при этом она является эластичной. Если мы, опять же, будем сравнивать ее с, скажем, Сайлун, то Сайлун будет более мягкий, более эластичный. Хайфлай и Авэйшн будет более плотная бочина, то есть она не такая эластичная, но более, скажем, более жесткая, более крепкая в этом плане, да. Но не такая, допустим, если сравнить ее с Максом, то есть у Максиса еще плотнее бочина. Но мы уже разбирали Максис, я думаю, там все плюсы и минусы, я уже сказал. У обоих есть маркировка M+, но нет трехпиковой горы со снежинкой. Я слышал про разговоры размягчающих компонентов, которые призваны сделать эту шину мягкой на минусовой погоде. Возможно, возможно, в каких-то, опять же, да, это вариант для южных широт, да, где плюсовая температура, где нету гололеда. Может быть, этой эластичности будет достаточно, но я бы, честно говоря, не сразу, ну, я бы не проверял это на себе. Потому что данные два рисунка являются такими достаточно грубыми, достаточно жесткими. Если, опять же, мы ее сравним с Сайлоном, то Сайлун, на мой взгляд, который, кстати, имеет трехпиковую гору со снежинкой, вот он, возможно, еще может быть использован. А вот два данных рисунка я бы не стал это использовать. Опять же, если у вас, скажем, не Сочи, в Сочах, я думаю, что это можно использовать круглый год, да, а вот, ну, в данном случае, где-то в северных широтах я бы не стал этого делать. Размерная линейка у двоих брендов достаточно внушительная. Там можно найти и 15, и 16, и 17, и 18, насколько я помню, даже есть. Также хочу добавить, что есть варианты LT. LT это Light Track, то есть это тот же самый протектор, но боковая часть будет другая, и немножко усиленный каркас основной. Поэтому нагрузочный индекс будет, соответственно, выше, она будет крепче. Кому это необходимо, то есть если вы берете не просто, скажем, на Pratik, на Padgerik, на обычный рядовой Padgerik, стоковый, который будет ездить по городу, а вы берете, скажем, на какую-то заряженную машину с уже серьезным оборудованием, которое плюс 200, плюс 300, плюс 400 кг к весу, да, там дополнительные баки и так далее. Плюс у вас еще в машине какой-то вес будет, да, это еще какой-то дополнительный груз, это плюс, соответственно, люди, которые у вас сидят. Если вы с этим прицелом, то для этого есть и LT линейка, которая есть практически во всех ходовых размерах, которые обычно необходимы для этих машин. Цена достаточно приятная, насколько я помню, она даже немножко меньше, чем у компании Sail в целом, доступна для покупателей, для широких масс. У компании Highfly Avation я встречал, какие-то дилеры даже дают гарантию, то есть я не могу сказать, что это происходит у нас, то есть дается расширенная гарантия. В целом, если бы я сравнивал ее, скажем, с выбором для Cylon, если мы зададимся целью выбрать, скажем, из двух этих брендов, здесь уже нужно выбирать непосредственно из того, что вы хотите. Если, допустим, я бы рассматривал, то, на мой взгляд, если бы я брал более мягкий, я бы брал, наверное, Avation, потому что, на мой взгляд, она все-таки более мягкая, более гладкая, более такая, знаете, все-таки больше на город рассчитана. Если бы я рассматривал что-то погрубее, чем Avation, да, ну, соответственно, есть Highfly, если мы рассматриваем между этих двух брендов.